Всем привет, с вами Ложка, и сегодня мы будем рассматривать мод под названием Backlay Soldiers. Этот мод добавляет в игру Minecraft глиняных человечков, то есть миниатюрных баз. Что ж, давайте скрафтим одного из этих миниатюрных созданий, представителей этого рода. Из одной глины и из одного песка душ у нас получается 4 нейтральных человечка. Вот, создаем, у нас получается, ну как уже понятно, 4. Если мы нажмем левой кнопкой мыши, то есть ударим по одному из них, то он просто выпадет и мы сможем заново отправить его в бой, так сказать. Вот, но помимо этого, кроме того, как их ставить, ставить и ставить, этим человечкам можно еще и давать всякие вещи в виде оружия или каких-то дополнений к ним. Давайте попробуем, например, вот этому человечку дать палку. Что он с ней сделает? Да он просто ее возьмет. Как видите, она выглядит вот такая, опять же, миниатюрная. И она добавляет этому человечку урон. То есть, например, если мы дадим ему желтого человечка, они начнут драться, так как они все расисты. Вот, начнем. Начинается бойня и уже понятно, конечно, кто выиграет. Человечек, у которого палка. Вот, все очень быстро произошло. Ничего тут, конечно, удивительного. Вот, но следующее, конечно, вас поразит. До такого автора, конечно, додумался это просто офигеть. Вот, давайте посмотрим следующий предмет. Это у нас что? Это у нас железо. Опять же, поставим глиняного человечка. Дадим ему кусок железа. И он стал слепым. Нет, он не стал слепым. Дадим ему желтого человечка. Они начнут драться. Но! Как вы заметили, если вы, конечно, заметите, то желтый, когда бьет нейтрального человечка, не откидывает его назад. А вот нейтральный человечек, когда бьет желтого, то он, наоборот, откидывает его назад. И вот такое вот преимущество дает железо. Ну, а следующее у нас это золотой самородок. Дает он немало, точнее, немного преимуществ. Вот, например, дали ему золотой самородок. И вот этот человечек стал носить на себе шляпку в виде короны. Что же она дает? Ну, давайте, например, дадим ему еще троих серых человечков. И отведем немножко подальше вот этого чувачка. И все остальные без короны последуют за одним. Да, вот такое вот преимущество дает золотой самородок. Конечно, если у вас какие-то банды огромные, то это будет прикольно. А так ничего особенного. Следующий у нас это redstone. Redstone прикольная штучка, мне понравилась. Берем, опять же, нейтрального чувачка. Включаем день. Это, конечно, не обязательно. Вот. Даем ему redstone. И он носит у себя на руках миниатюрный redstone. То есть пыль redstone. Потом даем ему врага. И в дальнейшем, когда они начнут сражаться, серый его должен ослепить. Вот. Преимущество это дает то, что когда человечек с красной вот этой пыльцой ударяет человечка, у которого нет пыльцы, то человечек, у которого нет пыльцы, просто-напросто ослепляется и не может двигаться и бить в то же время. Да. Вот такое вот преимущество дает эта красная пыль. Прикольная. Следующий у нас это кусочек мяса. Дадим, опять же, человечку. Ой, не то. Человечку дадим кусочек мяса. Он его подберет. И дадим ему врага. Лучше двух. И в дальнейшем, когда они его изрядно поломают, то вот этот вот человечек, то есть нейтральный, будет хавать. Ну, то есть есть этот кусочек мяса. Вот, как видите, летят такие кусочки, то, что он кушает. И в итоге, благодаря тому, что он питался, он выиграл. Красавец. Да. Вот такое вот преимущество дает, кстати, вот этот кусочек мяса. Человечек может использовать, по-моему, до четырех раз. Он как раз его использовал как раз четыре раза. Что-то я закакраскался. А следующий у нас идет светящийся пыль. Ну, тут нам понадобится ночь. Давайте включим ночь. И дадим человечку нашемуся заспаунившемуся. Как-то я сказала, заспаунившемуся. В общем, не знаю. Вот, заспауним, короче, человечка и дадим ему эту glowstoneскую пыль. И в дальнейшем он будет светиться. Ну, не знаю, что это дает. Потому что вроде как свет вокруг себя он не издает, а просто светится. Да, огня. И к тому же светящийся пыль не выпадает потом из него. Ладно, включим день. Следующее у нас это ведро молока. Вот ведро молока уже используется в крафтах. Давайте выйдем наружу. Потому что тут я уже сам, как на арене, герой всех поубивал. И, например, возьмем желтых человечков и разложим их, как, ну, например, как крафтим сундук. И посередине уже ставим, ложим, точнее, кладем. Почему-то он здесь работает. А, фу ты, я же не молоко взял. Не должен, ну, должно быть не молоко. Что-то я заговариваюсь слишком. Вот, извините, просто первое видео. Ладно. Так вот, ложим вокруг. Желтых человечков. И у нас получается простые, нейтральные. Ведро никуда не пропадает. И в дальнейшем их также можно использовать в схватках и красить. Красятся человечки с помощью красителей. Закрою-ка я. Ну, а следующий у нас, что, что, что у нас следующее, кстати? Что у нас следующее-то, кстати? А, точно, точно. У меня же гравий прям в руках. Давайте для начала покажу вот эту вот вещичку. Вот эта вещичка, это пульт. Над вот этими всеми человечками. Нажимаем правую кнопку мыши и... У-у-у-у, эпилепсия! И в итоге потом все человечки подыхают. Все, что состоит из глины. Ну, конечно, не сама глина. Вот. У нее есть такой вот заряд, со временем она может сломаться, точнее он, этот пульт. Ну и давайте вот посмотрим, что же дает нам гравий. Дадим человечку гравий, потом подадим ему врага, и нейтральный человечек должен стреляться в него гравием. Нет, этого не произошло, не знаю почему, давайте еще раз попробуем, но должно, должно. Давайте попробуем цветному дать, и... Так, я тут не понял, да, вот видите, он просто-напросто кидается гравием. Оказывается, нужно отойти на безопасное расстояние желтому человечку. Вау, ну ты красавица вообще. Вот, такое вот преимущество дает гравий, то есть, если, например, окружает какой-то забор, и у них рядом есть гравий, то они его просто подберут и начнут опуливаться. Вот, что у нас следующее? А, ну следующее опять же все используется в крафтах, давайте я вам покажу этот крафт. Глиняных человечков я вам показывал, давайте теперь покажу, как крафтится сам крафт. Пульт из четырех глины, из одного редстоуна и из одной палочки. Вот, так вот у нас получается пульт. Не знаю, можно ли его чинить, давайте попробуем. Да, чинить, кстати, можно, просто не знал. И теперь попробуем скрафтить лошадь. Я еще, кстати, их не показал, но сейчас покажу. Вот так вот крафтится лошадь у нас. Ой, не так. То есть посередине у нас адский песок и уже по бокам глина. Также можно делать не только глиняных лошадей, можно делать и песочных. Давайте я вам это покажу. То есть также ложим по бокам песок и посередине песок душ. И все, у нас получается песочная... Хотел сказать овечка. Нет, песочная лошадь и... Они ничем не отличаются. Просто лишь красотой. Ну, давайте как раз покажу, что они умеют делать. Ну, они умеют возить на себе глиняных человечков. То есть они на них садятся. Эй, куда? Стой, блин! Это не должно было быть в кадре. Слышь, 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 стой. Стой! Этого не должно было быть. Мы как договаривались, а? Никаких побегушек, никуда вообще. Все вот так вот. И теперь... Ну ладно, два желтых. Они, думаю, подружатся песочными лошадями. Так, давай, садись. Нет, не отбирай у него. Садись вот на эту. Нет, вот на эту. Да, молодец. Ну и, как видите, они садятся на них. И в дальнейшем они просто на них быстрее передвигаются. Больше она ничего не дает. Но передвигается она только по суше. Так, куда ты ко мне подошел? Только по суше. И также, если, например, какая-то идет схватка человечка, который не на лошади, с человечком, который на лошади, то человечек, который не на лошади, будет наносить урон человечку, который на лошади... Нет. Человечек, который не на лошади, будет наносить урон лошади, на которой сидит человечек. То есть, не самому человечку. Вы, наверное, не поняли. Потому что я сам ничего не помню. Окей. Следующее, это у нас летающие лошади Но они как бы в крафте-то сильно ничем не отличаются Только нужно просто убить курицу Делается все так же, только сверху ложим перо И у нас получается летающий коняга И в дальнейшем, когда мы будем оседлывать Оседлаем их, то человечки просто смогут летать на них То есть проходить через всякие препятствия Ладно, стекло, думаю, больше нам не понадобится Нет, все-таки понадобится, но думаю, они больше не выведут Берем черепах, которых я забыл показать, как крафтятся Крафтятся-то они, кстати Не забыл, как они крафтятся По-моему, они крафтятся вот так вот Да, крафтятся они из двух песков Песка души, короче, из двух песка души и трех булыжников Но можно делать, конечно же, и арбузных черепах Да-да, тут можно делать арбузных черепах Когда-нибудь видели такое? Вот я вижу Ну и вы видите, конечно, теперь Вот, так же они крафтятся из трех арбузов И вот такая вот у нас светлая черепаха получается Не знаю, чем они отличаются друг от друга То есть либо булыжниковая черепаха, либо Нет, стой, куда ты Либо арбузная Так, ну-ка, может, если убить? Нет, если убить, они не выпадают, из них арбуз То есть просто, можно сказать, цветом отличаются Ну, отличаются они от лошадей тем, что Они умеют плавать по воде Ой, это же не человечки Вот это человечки Так, стой, 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 стой Пожалуйста Так, вот И вроде как ходят они так же, как и лошади Но в то же время они У них крафт дорогой Дороже, чем у лошадей И в то же время они могут плавать по воде Так, ты что дергаешься? Нет, стой, блин, а нет Я тебя сейчас пультом Это болезненней Болезненней Вот Что еще я забыл показать? Да-да-да-да, вспомнил Еще эти человечки могут строить свои дома Ого, дома Берут они только по пятнадцать По пять, точнее, штук То есть выбрасывать нужно именно по пять штук Давайте положим одного человечка И дадим ему пять кусков дерева И отойдем Оп Та-да-да Этот человечка построил дом Конечно, дом не ахти Мы туда-то ели, как вместимся Максимум верстак можно поставить с печкой Но Если этому человечку быстро Дать много Дерева То есть сейчас он тут берет То Он сделает дом чуток побольше Ты что, дурак? Ты должен был сделать Чуть-чуть побольше, ты понимаешь? Ты понимаешь, да? Так, все, давай Давай, как мы отрепетировали? Хорошо? Хорошо, давай-давай Сейчас мы попробуем построить нормальный большой дом Дадим ему Нет Дадим ему лучше по пятнадцать Вот так вот Нет Да В принципе, все правильно И еще вот здесь по пятнадцать По пятнадцать Вот так 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 Сейчас он все это возьмет И построит забубенный Забубенный Огромный дом, в общем Все, больше он в себя не может вместить А значит, он может построить Самый большой дом Ведь так? Человечка, мы с тобой репетировали Давай Куда подошел? Там, блин А куда ж ты подошел? Тупица, ты тупая Это уже не твой дом Я себе его забрал Давай Мы же репетировали Дебила Кусок Глиняного Давай, все, строй Ааааа Да ты издеваешься Это не тот дом Который мне нужен был Поезд Создания Может ты нейтральный Будешь Чуть-чуть Поумнее Хотя бы Опять уделить надо Так Нет Нет Е-моё Нет, мне нужно вот так Вот так Давай Быстро Быстро Вот и все Давай, давай, строй, строй И Он строит вообще? Ты строишь? Да, 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 вот Как видите, человечек построил супер запупенный дом И там есть сюрприз для самих человечков Там есть сундук В котором хранится 16 палочек Но Этот сундук, то есть вы наверное подумаете Ууу, 16 палочек Ну а как они будут оттуда брать все? Нет, на самом деле Человечки настолько умные, что они могут Сами брать все оружие Из сундуков Да, да, прям вот так вот И кстати, я забыла еще кое-что сказать Что они могут делать То есть какую вещь им еще можно дать Если мы положим трупика То есть если какой-то умрет человечек И одному Из выживших человечков дать глину То Этот человечек В, 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 где Вот глина То он просто возродит другого человечка Если он не будет тупым и нежадным Вот все Теперь их двое В общем мод на этом Себя-то исчерпывает Огромнейший мод То есть все это выучить Это просто очень сложно Но я постарался Я даже не заглядывала ни на какие сайты Пожалуйста, поставьте лайк Так как это мое первое видео Ну, на этом канале Пожалуйста Я буду стараться делать Ну, другие Обзоры На моды Интересные моды В общем, все Если вы здесь впервые подписываетесь на канал Ставьте пальцы Зовите друзей С вами была Лолошка Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok